Это Марк. Он обычный школьник. Он не работает на вредном производстве, не сливает нефть в реки, он пока еще даже не водит автомобиль. Казалось бы, разве может он всерьез навредить природе? Вот столько мусора один Марк оставляет за собой всего лишь за неделю. Один подросток за одну неделю. Во что превратится мир, если все это день за днем будет накапливаться на полях, в лесах или в океане? Ну давайте разберемся, что у нас в этой мусорной куче. Пластик. Его можно переработать от трех до пяти раз, пока он не потеряет свои свойства. Бумагу и картон можно использовать пять-семь раз. А металл и стекло можно перерабатывать бесконечно. Органические отходы отправляются на компост и удобрения, а все, что остается, можно сжечь на специальном заводе и преобразовать в энергию. Казалось бы, в чем проблема? А в том, что, во-первых, должны быть построены в нужном количестве перерабатывающие и сжигающие заводы. Во-вторых, появятся грамотные специалисты. А в-третьих, сам Марк должен научиться дружить с природой. Как минимум, собирать мусор раздельно. А еще Марк активно пользуется электричеством. У него дома тепло, светло и целая куча гаджетов. Чтобы все это исправно работало, человечество ежедневно тратит уголь, нефть, газ. Но природные ресурсы не бесконечны. Поэтому будущее за возобновляемой энергетикой из неисчерпаемых зеленых источников. Ветра, солнца, воды. Как сделать так, чтобы лопасти ветрогенераторов были максимально легкими и, соответственно, быстрее вращались? Как сделать так, чтобы солнечная батарея была более компактной и при этом могла накапливать в себе больше энергии? На все эти вопросы нам предстоит ответить в ближайшие годы. В общем, пользоваться всеми благами цивилизации и при этом заботиться о природе вполне возможно. А значит, нам есть к чему стремиться и над чем работать. Ну что, защитим планету вместе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!